всем доброго времени суток мы снова в зимнем лесу и сегодня я хочу вам показать как разводить и как собственно собрать безопасный ночной костер ну давайте же приступим и начнем непосредственно со сбора топлива там вдалеке веточка березовая большая упала видно с березки когда-то вот ее я хочу прихватить и и и и и и Хорошая веточка, не трухлявая, но зацепилась она тоже хорошо. Ну вот как-то так, благо снега много. Руки помыть труда не составит. Ладно, потащу ее в лагерь и там уже распилю. Что-то пилить мне особо не охота, у меня топор еще есть, так что я пожалуй разрублю ее. Что-то мне сегодня порубить больше хочется, чем пилить что-то. По-хорошему конечно в снег плохо вот это все складывать, ветки, но что делать, по-другому что-то не выходит. Ой! Сломалось то, на чем я рублю. Ну как-то так. На меньшие разрублим ее. Нормально. Ну и эту пополам. Верточка. Давай. Безобразничай. Неудобно рубить тут. Да ладно. Вот на пятна. Поспроander doen. Разрублеть... Интернативно. Лук оттенцев или прям ли- geroni. потом отряхнул как бы там ни было все равно нужна растопка для костра и поэтому я подошел в березке видно с нее ждут обдирали кору не раз правда непонятно кто и зачем ну позаимствуем еще коры вот такие вот флажки особо много я брать не буду на ручность еще чуть-чуть да и хватит удалось немножко хороста найти сейчас еще соберу сложу и разжигать буду вне зависимости от того какой бы тип костра я не разводил в любом случае сначала нужно для сложных костров все-таки получить угли какие-нибудь маломальские и тогда уже можно будет сложить непосредственно тот костер который нужен ну в большей степени конечно это касается зимнего периода времени поскольку все сырое и сейчас когда погода наверно плюс 1 а может быть и плюс 2 все ветки мокрые я считаю что именно такой способ разведения костра он наиболее оптимальный ну давайте начнем собственно на топоре разводить я буду вот таким вот огнивом фирмы последние средства выживания последние технологии выживания расшифровывается она и уст и это огниво примечательно тем что она открывается одной рукой также одной рукой можно разводить огонь то есть если у вас что-то случилось не дай бог с рукой одной рукой без кресала вы можете высекать из него искры давайте попробуем возьмем бересту нет с березки нарвал немножко ну вот теперь костер ну что ж огниво вполне себе достойная еще раз я в этом убедился вот такой вот компактная огниво видно какой дым пошел из костра давайте покажу костер сырой поэтому неохотно он разгорается ну что делать так топор я уберу ну и пару слов о том какой костер из вот этого вот маленького в итоге должен получиться называется этот костер который я буду сегодня делать безопасный ночной костер данный тип костра предназначен для того чтобы огонь горел всю ночь поскольку это ночной костер и немаловажно чтобы риск выпадания из него поленьев был минимален поскольку когда вы спите не дай бог что нибудь загорится этот костер может быть сооружен также с отражателем отражатель я тоже потом покажу может быть в этот раз может в следующий отражатель он направляет тепло в определенную сторону ну то есть в данном случае на спящего человека чтобы ему было тепло вот ну так же при том когда вы греете сидите у костра тоже чтоб тепло шло на вас а не куда-то рассеивалась значит поленье в данном костре должны быть уложены таким образом чтобы между ними не было большого просвета ну это что воздух минимально туда поступал и тогда будет пламя низкая и два полена должны будут положены сверху вот этого всего собственно по краям и они не дадут огню распространяться но это так краткая теория такая сейчас скоро будет практика как вот только я получу там мало-мальские угли и буду знать что уже костер разгорелся и уже не потухнет ну фактически как видно на данный момент в итоге мы имеем костер типа вигвам поскольку именно из него в дальнейшем я уже буду делать безопасный ночной костер то есть поэтому в прошлом видео я и показывал именно этот тип костра потому что в принципе из него в итоге потом можно уже сделать любой другой костер но этот костер я опять же рекомендую всегда в первую очередь разводить поскольку он дает максимум тепла и около него очень хорошо согреться вот и просушить вещи но также приготовить еду там согреть воду растопить в снег там то есть это азы и поэтому с него все и начинается ладно подожду пока он более менее прогорит и тогда уже будем делать то что собственно мы и задумывали солнышко к закату клонится вечер в лесу костер у меня уже дал неплохие угли так что сейчас будем складывать наш безопасный ночной костер ну что ж поехали давайте все это разгребать складывать ночной костер вот таким способом можно в принципе вот эти вот длинные оставить так вот таким способом таким способом складывается просветы между бревнышками должны быть минимальные подавляем до до И сверху Дымовуха пошла какая Сырые бревна И сверху кладем Вот такие вот Два бревна Чтоб костер Не рассыпался Давайте вот такие положим Видите, он скатывается Бревнышки Они должны удерживать Вот это И вот это Их цель удерживать костер Побольше подложу еще И вот сверху Два бревна Они не дадут бревнам скатиться вниз Оставшимся И в то же время будут удерживать Между собой Языки пламени, которые постепенно поднимутся туда Сейчас он разогреется Разогреется Костер И даст уже тогда жар сюда Вот это все Стает А не подсохну Поскольку внизу угли у нас уже хорошие А пока он вот так вот шипит Журчит Давайте ракурс немножко поменяем То есть выглядит это примерно вот так вот Вот если посмотреть вниз Там у нас угли находятся И горит огонь Опять же зима Зимушка-зима Летом бы, конечно, все это гораздо сделать было проще Вот так вот он выглядит Безопасный ночной костер Здесь у нас вот эти бревна В идеале, конечно, их потолще найти Но поскольку я всего лишь показываю, как это делается То я не полез там в дебри по снегу Снег по колено Искать более толстые бревна Но лучше, конечно, чтобы они были потолще Вот эти два бревна Поскольку этим все-таки тяжело удерживать вот эту массу Естественно, отражатель там должен стоять Если его делать тепла А спать с этой стороны Поскольку вот бревна упираются здесь В землю, в снег Ну, лучше, чтобы в землю То есть они должны быть чуть подлиннее В идеале И потолще, конечно Вот Это вот такой вот безопасный ночной костер получается Он будет очень долго вот тлеть Давая тепло Потом, когда угли раскочегарят Более-менее вот эти вот Дрова, которые находятся здесь То между ними появятся языки пламени Но они будут невысокие Где-то вот такие вот Поскольку пространство для того, чтобы воздух проходил между бревнами Минимально я сделал То такой костер будет гореть всю ночь И согреет тех, кому он необходим В общем, я решил показывать Так показывать Нечего лениться Надо идти И срубить нормальные бревна А не просто рассказывать Какие они там должны быть Толстые, не толстые В общем, сейчас Сами все увидите Вот то, что мы имеем сейчас И вот То, какие должны быть на самом деле Эти бревна Ну вот Теперь это похоже На правду Настоящий Безопасный Ночной костер Он уже Разгорается изнутри Языки пламени видны Давайте посмотрим Вот так вот Шипит немножко еще Ну я вот бревна положил сверху Они такие Конечно В снегу Давайте Другой ракурс Посмотрим Как выглядит это То есть Вот о чем я говорил И вот с этой стороны Выглядит вот так вот Ну Внизу Вот этот слой Вот видно Да Вот где Колья вот эти торчат Огонек Вот Торчат колья Если Это лето То в принципе Этот слой Он совершенно не нужен Но поскольку Сейчас зима Я Перестраховался И пусть лучше будет Там Внизу Еще одна Прослойка Вот Чем Что-то случится Что-то случится И костер Потухнет Ну а это Основной его ракурс То есть Как видно Здесь у меня Несколько рядов Дров Положено И они Как пирамида Как треугольник Спускаются Книзу И там уже Только один слой В конце Сверху Вот эти бревна Которые не дают Развалиться Чтоб все было надежно Вот Это уже Добротный Ночной костер Можно Ночевать Я надеюсь Вам было интересно Увидимся на канале Всем удачи Сверху Сверху